Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзора технического, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль для Сибири довольно экзотический, который относится к классу компакт-вэнов и призван конкурировать с такими моделями, как, например, Nissan Note или Ford Fusion. Скорее всего, вкладка с названием этого производителя на известных досках объявлений поросла пылью, и не так много людей заходит туда, чтобы прицениться к этой модели. Вот о том, что стоит иметь в виду при выборе подобного автомобиля для себя, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Citroёn C3 Picasso. Citroёn C3 Picasso начал выпускаться с 2009 года и простоял на конвейере аж по 2016. В 2012 году машину слегка освежили в ходе рестайлинга, но принципиально внешность этой довольно интересной машины не поменялась. Как уже было сказано во вступлении, этот автомобиль относится к классу компактных минивэнов и призван конкурировать с такими автомобилями, как Nissan Note, Ford Fusion или, к примеру, Opel Meriva, если говорить про европейский рынок. Кстати, на европейском рынке C3 Picasso продавался очень и очень даже неплохо. Правда, и гамма агрегатов под капотом на европейском рынке была куда шире, чем та, которая была представлена в России официально. Если говорить про российский рынок, то этот автомобиль вы могли купить с одним из двух моторов под капотом, и оба этих двигателя были бензиновые 1,4 литра 95 лошадиных сил, либо 1,6 литра мощностью 115 лошадиных сил. Что касается коробок передач, эти автомобили в большинстве своём оснащались механикой, но также была и версия с роботизированной коробкой для тех, кто категорически не приемлет наличие третьей педали в автомобиле. К сожалению, версии с обычным гидромеханическим автоматом своим потребителям компания C3M в данном случае не предлагала. Что касается привода, здесь альтернативы не было, только передний. Что касается нашего сегодняшнего экземпляра, это рестайлинг 2013 года выпуска. Мотор 1,6, 115 лошадей, коробка передач роботизированная. Вначале, по традиции, скажем пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот. Кузов машины способен справляться с нашими дорожными реалиями. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, для Citroёn C3 Picasso, она достаточно стандартная для бюджетных автомобилей. Обычно показания толщиномера лежат в диапазоне от 90 до 130-140 микрон. А вот в том, что касается стойкости кузова к коррозии, это очень хороший пример того, как делать можно и как делать нужно. Кузов этого автомобиля полностью оцинкован. Поэтому даже на возрастных, в кавычках, автомобилях, при наличии каких-либо повреждений лакокрасочного покрытия, эти самые повреждения не торопятся превращаться в очаги коррозии. Единственное, пожалуй, проблемное место по части коррозии на этом автомобиле, если это можно так назвать, пятая дверь. Так или иначе, но некоторые владельцы Citroёn Picasso сталкивались с тем, что к третьему-четвертому году эксплуатации на пятой двери проявлялись дефекты ЛКП, как правило, в виде вздутия краски. Такие моменты дилеры Citroёn часто перекрашивали по гарантии. Так что на этом автомобиле вы скорее обнаружите не очаги коррозии, а дефекты, например, на переднем бампере, связанные с тем, что клиренс у этого автомобиля чисто легковой и не предполагает использование Citroёn C3 Picasso вне дороги. Само собой, разумеется, при осмотре подержанного автомобиля вы, конечно, обнаружите на нем такие жизненные вещи, как сколы или царапки. Но надо отметить, что свести эти моменты на C3 Picasso особо не спеша. Так что ваша главная задача при выборе подобного компактвена не прикупить себе восстановленный после хорошего ДТП автомобиль, где про заводскую защиту кузова от коррозии уже можно будет смело забыть. Итак, а что у нас с силовой установкой? Под капотом Citroёn C3 Picasso на российском рынке мог стоять только бензиновый двигатель. 1,4 литра на 95 лошадиных сил, который агрегатировался только с механической коробкой передач и носил маркировку EP3. И, близкий конструктивно, EP6 на 105 на 10 лошадиных сил. Этот мотор на самом деле находился под капотом весьма большого количества моделей, и, в основном, конечно, французского концерна. Например, Peugeot 308, Citroёn C4, Citroёn C3, обычный, не Picasso. И, также, как ни странно, но этот же двигатель совместной разработки Peugeot BMW вы могли обнаружить под капотом мини-купера. А теперь поговорим о тех проблемах, с которыми можно столкнуться при покупке и эксплуатации автомобиля с этим двигателем. Первая и, пожалуй, самая, наверное, распространенная проблема, с которой может сталкиваться владелец подобного автомобиля, это провалы тяги при разгоне, а также не очень хороший запуск двигателя по утрам. Это может быть связано, например, с растяжением цепи ГРМ. По заверениям завода-изготовителя, ресурс самой цепи на этом моторе порядка 150 тысяч километров пробега. В сети гуляют страшилки, когда цепь растягивалась на пробегах 50 или даже 60 тысяч километров. Но все-таки средневзвешенный опыт эксплуатирующих подобные автомобили говорит о том, что первые признаки растяжения, например, в виде шума или разбежавшихся фаз газораспределения, проявляются на пробегах около 130 тысяч километров. И в этом случае цепь, конечно, придется поменять. Правда, всегда существует вероятность, что до этого пробега, возможно, выйдет из строя гидронатяжитель. Случается это, как правило, по причине крайне длительных интервалов между заменами масла. После замены цепи ГРМ на этом моторе вы можете также рассчитывать на пробег порядка 100 тысяч километров. Плохой запуск двигателя также может быть связан и с попаданием масла в свечные колодцы. В этом случае, как правило, виновата прокладка клапанной крышки. И их придется поменять. Меняются они комплектом. И в данном случае комплект подразумевает одну большую прокладку по периметру клапанной крышки и 4 уплотнительных кольца, как раз для свечных колодцев. Меняется это все в данном случае несложно и недорого. Течи прокладки клапанной крышки, как правило, происходят на пробегах за 100 тысяч километров. Также, если при эксплуатации автомобиля Citroen C3 вы обнаружили такие симптомы, как провал тяги, либо плохой запуск автомобиля с первого раза, со второго он заводится, но при этом у вас плавают обороты, или, например, двигатель сбрасывает обороты, очень медленно подзависая на каких-то определенных значениях, скорее всего, вы увидите на панели приборов Check Engine, который загорелся как раз по этому поводу, сопровождаемый сервисным сообщением на экране бортового компьютера Pollution System Faulty. В этом случае, при прочтении ошибок сканером, вы, скорее всего, увидите коды P0013, P0014, либо P0010 и P0011, которые будут указывать на имеющуюся неисправность в фазорегуляторе. Как правило, сам фазорегулятор на этих автомобилях выходит из строя намного реже, чем сам электроклапан управления этим самым механизмом. Клапана VVTi, как проще их называть, меняются здесь достаточно незамороченно. Для того, чтобы поменять клапан VVTi на выпускном распредвалу, достаточно просто открутить один-единственный болт и снять разъем со старого клапана. Для того, чтобы добраться до клапана на впуске, придется демонтировать корпус воздушного фильтра. Но это также достаточно несложная процедура. Сами клапана, кстати, стоят недорого. И в случае чего можно попытаться вернуть их к жизни промывкой. Но помогает это, как правило, ненадолго. Поэтому, если вы столкнулись с подобной проблемой, лучше поменять клапанов за вращателей на новые и забыть про проблему надолго. Что касается течи двигателя, в остальном, в принципе, все как у всех. Смотрите, чтобы была сухая лобовина и чтобы не бежали сальники коленчатого вала. Особенно это касается коренного сальника, то есть со стороны коробки. При осмотре автомобиля снизу обратите внимание на отсутствие следов масляных течей по стыку двигателя и КПП. Кстати, стоит отметить, что двигатель ЕП6 достаточно теплонагруженная двигатель. И, как любой двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, он очень не любит перегрева. Поэтому система охлаждения это та система, за которой нужно внимательно следить. В частности, не допускать того, чтобы автомобиль длительное время эксплуатировался с забитыми, по факту, нерабочими радиаторами системы охлаждения. А также смотреть за состоянием помпы и термостата. Ресурс компонентов системы охлаждения той же самой помпы, как правило, колеблется в диапазоне от 60 до 90 тысяч километров пробега плюс-минус. Это для оригинальной детали. Термостат же чаще меняется по симптоматике, когда двигатель автомобиля начинает прогреваться чрезмерно долго. Правда, в этом может быть виноват еще и датчик температуры двигателя, добраться до которого достаточно несложно. Правда, для этого нужно будет демонтировать часть впускного тракта до короба воздушного фильтра. Что касается расхода масла на угар на атмосферном варианте ЕП6, он имеет место быть. Но, опять же, не у всех. Так или иначе, приемлемой считается цифра порядка 200 грамм на 1000 километров пробега. В этом случае, чаще прочего, в расходе масла оказываются повинны задубевшие маслосъемные колпачки. Так что, если вы их поменяете, с большой долей вероятности расход масла значительно сократится, если не исчезнет полностью. Что касается, например, поршневой группы, то к ее ресурсу на атмосферном варианте ЕП6, в общем-то, вопросов нет. Эти двигатели в среднем способны выходить порядка 250 тысяч километров пробега, а в иных случаях даже больше. Залогом долгой службы мотора в данном случае будет регулярное обслуживание. Замена масла на этих двигателях по дилерскому регламенту производится раз в 20 тысяч километров пробега. Что иначе, как преднамеренным убийством силового агрегата, назвать сложно. Поэтому в реальной жизни этот интервал лучше сократить до 7 тысяч километров, не больше. И использовать только качественные горюче-смазочные материалы. Кроме того, не забывайте следить за состоянием свечей зажигания. Замену свечей на этом моторе лучше производить раз в 20 край 30 тысяч километров пробега. В общем и целом, итог по мотору ЕП6 в атмосферном варианте не особо страшнее и не хуже по надежности, чем прочие современные моторы от конкурентов. Если за этим двигателем следить, не путать свой автомобиль с болидом Формулы-1, не иметь привычки каждый старт со светофора осуществлять с газом в пол, особенно на непрогретом двигателе, и следить за исправностью системы охлаждения и системы зажигания. Что касается коробок передач, на Citroën C3 Picasso производитель ставил только две разновидности. Это обычная пятиступенчатая механика, которой вопросов самый минимум, разве что стоит проконтролировать отсутствие течи сальников полуосей. По большому счету и все. Ресурс компонентов сцепления порядка 100-150 тысяч километров пробега до замены, в зависимости от того, где в каком режиме эксплуатируется автомобиль. Если же вы поклонник автомобилей с двумя педалями, то в вашем случае выбор сведется к покупке машины на роботизированной коробке. Что касается механической части самой роботизированной коробки, к ее ресурсу вопросов никаких нет и быть не может, поскольку в своей основе это та же самая механика. К пробегу 80-100 тысяч километров, как правило, могут потребовать замены либо ремонта актуатор коробки передач, либо комплекс сцепления. Непосредственное влияние в случае с роботизированной КПП на ресурс компонентов сцепления оказывает стиль эксплуатации автомобиля. Нужно помнить о том, что однодисковый робот это в любом случае не спортивная коробка. Если только у вас не Ferrari 612 или что-то подобное. И эксплуатировать автомобиль с такой коробкой лучше в спокойном режиме. Многие, кто пересаживается с автоматической гидромеханической коробки на подобный робот, неважно, будь то Citroёn C3 Picasso или Toyota Corolla, или может быть Lada Priora, отмечают, что при переключении ощущаются значительные толчки. Так вот, если вы будете помнить о том, что на вашем автомобиле, по сути дела, стоит механика без педали сцепления, а не классический автомат, дела пойдут намного лучше. Но логику работы подобной трансмиссии нужно понять. И в этом случае, если вы будете перед сменой передач слегка приотпускать педаль газа, снимая нагрузку с трансмиссии, как вы делали бы это на обычной механике с тремя педалями, переключения будут производиться практически незаметно. Также значительно помогает в этом плане ручной режим выбора передач. Если же вы эксплуатируете автомобиль в пробочном режиме, или в городе с большим количеством светофоров, также не забывайте выключать коробку из режима движения в режим нейтраль при остановке, поскольку стояние на подобной трансмиссии с включенной передачи равносильно тому, что вы проводите время, стоя в пробке с выжатой в пол педалью сцепления. В этом случае усиленно изнашивается, например, выжимной подшипник. Если же вам повезло и в том населенном пункте, где вы проживаете, нет пробок, либо вы в основном эксплуатируете машину на трассе, не бойтесь роботизированной трансмиссии. В этом случае ресурс компонентов сцепления и актуатора, скорее всего, превысит 100 тысяч километров пробега. Что касается интервалов замены масла, то, несмотря на то, что производитель официально позиционирует обе коробки как необслуживаемые, масло в механике лучше менять хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега. Что касается роботизированной трансмиссии, интервал замены здесь лучше сократить еще больше, до 40 тысяч. Ну а теперь поговорим про подвеску Citroёn C3 Picasso. Построена она по классической схеме для автомобилей этого класса. Спереди используется Макферсон, а сзади балка. Подвеска здесь чисто легковая, и кому-то она может показаться немножко жестковатой, но это в плане комфорта. Управляется этот автомобиль весьма недурно и хорошо стоит на траектории. Основным из плюсов подвески Citroёn C3 Picasso является то, что практически все компоненты здесь можно поменять по отдельности. В содержании эта подвеска также не сказать, что особо разорительна. Цены на запчасти вполне приемлемы. Что касается ресурса компонентов, по традиции меньше всего здесь служат стойкие и втулки стабилизатора. Как правило, предел их прочности наступает к пробегу 30-40 тысяч километров. Ресурс шаровых опор здесь порядка 80 тысяч километров. Если, конечно, брать усредненные условия эксплуатации автомобиля по асфальтовым дорогам, а не по проселку, и не принимать во внимание единичный случай замены шаровых опор на очень маленьких пробегах по гарантии, которые, как правило, были характерны для машин первых партий. Ресурс сайлентблоков рычагов передней подвески около 100 тысяч километров пробега. Примерно столько же выхаживают передние амортизаторы и опорные подшипники передних стоек. Что касается ступичных подшипников, большинство владельцев Citroen начинали сталкиваться с их заменой в диапазоне от 90 до 130-140 тысяч километров пробега. Ресурс рулевых наконечников плюс-минус 60-70 тысяч километров. Ресурс рулевых тяг около 90-100. Что касается ресурса самого дорогого компонента передней подвески любого автомобиля, рулевой рейки, здесь к ее работе претензий на самом деле нет. До появления первых стуков рейка выхаживает 130-150 тысяч километров. Далее, как правило, требуется заменить втулку рейки и можно эксплуатировать дальше. Что касается системы усилителя рулевого управления, на Citroen C3 Picasso усилитель электрический. Случаи выхода из строя на электроусилителя руля, конечно, случались, но они были единичными и погода не делают. Но все же при покупке поддержанного экземпляра обратите внимание на то, чтобы усилитель рулевого управления у вас работал исправно. Поскольку, если вы столкнетесь с необходимостью его замены, то вот как раз сам электроусилитель может стоить достаточно хороших денег. Что касается задней подвески, как уже было сказано, здесь использована балка. Соответственно, количество резинок в задней подвеске абсолютно минимально. И менять их, как правило, не приходится даже на пробеги за 150 тысяч километров. То же самое касается, кстати, и ресурсы задних амортизаторов, которые заметно выше, чем передних. Ресурс колодок и тормозных дисков около 50 тысяч километров при спокойной нормальной эксплуатации для колодок и плюс-минус 90-100 для тормозных дисков, что достаточно неплохо. Также при покупке стандартная рекомендация обязательно проверьте стояночный тормоз на работоспособность. Правда, если вы покупаете Citroёn C3 Picasso с 99% вероятностью, со стояночным тормозом все будет в порядке. Ведь что на механической, что на роботизированной трансмиссии, ручником приходится пользоваться практически постоянно. Что еще можно сказать про Citroёn C3 Picasso? Это достаточно интересный с точки зрения современного дизайна автомобиль. К плюсам этой машины, помимо интересного и эргономичного салона, можно, кстати, отнести и обзорность. Очень хорошую обзорность, что благодаря широким стойкам, как правило, не является характерным для современных безопасных автомобилей. Но Citroёn C3 Picasso, при том, что имеет очень неплохой уровень пассивной безопасности, имеет также и остекление на передних стойках, что практически исключает мертвые зоны при поворотах, куда может спрятаться пешеход в некоторых случаях. Кстати, площадь остекления этого автомобиля в версии с панорамной крышей превышает 4,5 квадратных метра. Только вдумайтесь в эту цифру. Что же касается надежности, то если вы ответственно подошли к выбору поддержанного экземпляра и не купили себе автомобиль уже с убитым мотором, по большому счёту, каких-либо проблем эта машина вам подкидывать не будет, при условии, что вы возьмёте за правило регулярно обслуживать свой автомобиль. В том, что касается, например, подвески, по своему ресурсу и по стоимости содержания, этот автомобиль не дороже, чем многие свои одноклассники. По части стойкости кузова к ржавчине, так вообще сплошные плюсы. Эти машины практически не гниют, что в условиях, когда возраст машин становится всё больше и больше, является неоспоримым преимуществом. Ну вот и всё на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также, если вы владели или владеете подобным автомобилем, проехали на нём не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или даже в чём нас поправить, пишите в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.